Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Константин Каргальцев, руководитель ансамбля «Раздоле». Здравствуйте, Константин! Здравствуйте! Насколько я знаю, совсем недавно прошел международный конкурс «Солнечный зайчик». И ваш коллектив очень много наград получил на этом конкурсе. Если можно, расскажите о том, как был сформирован ваш коллектив и кому в голову пришла идея вот такой ансамбль организовать. Понятно. Совершенно верно. В эти выходные закончился международный конкурс «Солнечный зайчик». И наши результаты оказались достойными. Мы закрыли весь пьедестал. Два солиста заняли первое и третье место. И ансамбль стал лауреатом второй степени. Поэтому весь пьедестал был наш. Коллектив создан 6 лет назад на базе детской школы искусств номер 7 города Рязани. Идея, ну, родоначальником коллектива я и руководителем его являюсь, были дети, которые у меня занимались в других системах, в культуре, в сельском доме культуры, например, в Листрянском, в образовании дополнительном, например, в 63-й школе. Это все как бы там рядышком до школы песочные. И получалось так, что дети растут, и им нужна была новая ступень для развития. Уже тогда были определенные успехи. Мы уже тогда выступали по разным конкурсам, места занимали. Но наступает время, когда нужна новая ступень. А ее может обеспечить только профессиональное образование. Поэтому я могу сказать большое спасибо Ларисе Николаевне Зайцевой, директору школы искусств номер 7 города Рязани, что она нас приютила, дала нам базу, кровь, все необходимое для того, чтобы коллектив расширялся, процветал, и мы набирали новые силы. Ну и вот успехи не заставили себя долго ждать. Чему вы обучаете детей? Вокалу? Народному пению. А разница? Ну, вокал что-то такое общее. Вокал бывает разный, народный, эстрадный, академический, хотя основа везде одна. Ну, везде свои нюансы. Это такие наши уже профессиональные вещи. А почему именно народное пение? Ну, так сложилось, что меня в жизни именно это повело. Это моя путеводная звезда, которая сыграла решающую роль на всю мою судьбу. Получилось это в моей жизни неожиданно. Как всегда бывает, говорят, что талантливый педагог должен вдохновить. Ну, вот я всю жизнь занимался чем-то другим, театром занимался. Меня увлекало биология, увлекало многое разное. Но появился педагог с большой буквы, который именно вдохновил меня. И хотя я не обладал какими-то выдающимися данными, но вот он сумел зажечь меня, сумел раскрыть во мне какие-то изюминки. И я пошел в музыкальный колледж наш рязанский. Закончил его. Закончил сначала хоровое отделение, народное хоровое, держал народного хора. Потом закончил отделение сольного народного пения. Ну, это уже был такой более поздний шаг, уже сознательный, когда я понимал, что я в профессии, что мне нужно дальше развиваться. Поэтому было второе образование. Вот. И вот эта идея, что педагога должен вдохновлять, она как-то никогда меня не отпускает. Я понимаю, что какой бы ты ни был профессионал, но если ты не вдохновишь человека, никогда ничего не получится. Обязательно вот эта искра, она должна загореться. Тогда будет результат, будут достижения. Ну, и вообще все зависит в жизни от желания, от этой искры божественной. Вот. И почему мы говорили, я забыл. Я уже далеко ушел от этого. Влекающийся человек. Почему именно народное? Почему народное? Почему народное? Не знаю, почему народное. У меня нет ответа. Наверное, если бы меня зажгли чем-то другим, это было бы что-то другое. Попался такой человек в моей жизни, который вот... Ну, потом уже сейчас, осознавая... Я тоже себе этот вопрос, в принципе, задал. Ну, почему народное? Почему у меня что-то другое? Почему мне нравится именно народное? И, наверное, в том, что каждый раз, год от года, изучая народную культуру, я нахожу в ней что-то новое. И я считаю, ну, от композитора Баха, какой бы он великий ни был, можно изучить от корки до корки, можно там все постичь, в совершенстве познать все его клавиры, всю его биографию. А народная культура настолько глубока, в ней ни один человек. Это такая марианская впадина, которую изучить практически нереально. И вот эта вот захватывающая глубина, ты знаешь, что там еще столько всего впереди интересного, необъятного. Мне кажется, ничто большее, как народная культура, такой возможности не предоставит. Каким образом вы заинтересовываете детей? Тут, наверное, подход индивидуальный. Кто-то любит сладкое, кто-то любит адреналин. Но это, конечно, шутки, но как заинтересовываем. Но вообще дети к вам чаще всего приходят сами, или их все-таки привозят родители? По-разному. Здесь, что называется, судьба. Вот у меня сейчас есть талантливая девочка, которая на «Зайчике» на конкурсе очень хорошо показала себя. Стала урядом третьей степени, хотя она начинающий еще артист. Совсем начинающий. И получилось так, что ее в школьном коридоре встретила моя коллега. Она сейчас уже не работает, Галина Алексеевна Прохорова. Дай бог ей здоровья еще многие годы. Но она всю жизнь была рядом с народным пением. И вот что называется чутье. Просто девочка шла по коридорам. Она ее остановила и сказала, девочка, тебе надо петь. И когда мне позвонила мама этой девочке и рассказала эту историю, я так довольно скептически отнесся, что там в коридоре остановили ребенка, сказали, петь надо, не послушно, ничего. Вот привели ко мне в начале года этого ребенка. Полгода ребенок так мурлыкал, напевая. Я думал, господи, я еще. Он ее остановил в коридоре, шел бы ребенок дальше. Но как-то постепенно я вот эту искру увидел желание у ребенка. И через полгода она раскрылась. И сейчас это уже такая вполне внятная артистка, которая уже занимает педестал почета на всех крупных конкурсах, которые мы посещаем. А с чем вы выступали на «Солнечном зайчике»? И как вообще формируется у вас репертуар, который вы поете? Ну, репертуар, во-первых, должен быть интересен мне. Если он заинтересует меня, если он меня заражет, значит, я смогу этим интересом заразить детей. И он тоже будет им интересен. Тогда этот репертуар актуален будет. Мы поем подлинно-рязанский репертуар народной песни фольклорные. Мы поем песни в обработке. Я сам пишу для детей, зная уже их особенности исполнительские, возрастные. Я песни адаптирую к их исполнению. И плюс есть репертуар, который в силу своей творческой натуры пишу я. И вот, например, на «Солнечном зайчике» мы исполняли нашу визитную карточку, песню, которую слова и музыку написал я. Она так и называется – «Эх, раздолье». Коллектив называется «Раздолье», песня – «Эх, раздолье». Так что репертуар у нас такой разнообразный. Судя по кубкам, которые вы нам сегодня принесли, вы очень активные участники различных конкурсов и фестивалей. Если можно, расскажите о том, что мы здесь сегодня видим, где вы это завоевали, где еще выступали помимо «Солнечного зайчика». Ну, мы люди такие увлекающиеся, очень любим выезжать за пределы нашего края. Мы были в Абхазии, в Татарстане, мы были в Белоруссии, в России были, во многих городах. И здесь сегодня представлены главные наши награды. Это Гран-при, который получил наш коллектив, самые большие кубки. И, наверное, самая наша ценная награда, в духовном плане ценная награда, которая нам далась в большой конкуренции среди большого числа участников. И в таком очень важном мероприятии. Это вот этот святой, который представлен в виде такого, как сказать, бюста, наверное, статуэтки – Сергей Радонежский. Этим летом мы посетили Сергеев Посад, когда проходили центральные празднования и мероприятия, посвященные 700-летию Сергея Радонежского. Когда был Путин, Меркель, другие зарубежные представители, представители нашей православной церкви. И целый день, с самого утра до позднего вечера, проходил фестиваль-конкурс имени Сергея Радонежского на его земле. И мы, когда приехали, так посмотрели, участников много. Ну, что же мы приехали только участвовать в мероприятии, только песни петь. И мы решили, что мы сначала проедем по светлым местам. Съездили на источник, все дети искупались в холодной ледяной воде. Хотя это был уже середина лета разгар, но в источнике вода ледяная. Это очень живописная картина, прекрасные места, очень вдохновляющие. Ну и, конечно, любой руководитель детей не пустил бы нырять в холодную воду, потому что еще выступать, впереди пение, надо бороться за призовые места. Но как-то мы так на этом не зацикливаемся, поэтому все дети, кто ходил, искупались в холодной воде, родители тоже присоединились к ним. И мы приехали, как бы выступили на одном дыхании, все прекрасно. Переночевали в Александровской слободе, еще одно историческое место в соседней Владимирской области. И когда мы на следующий день приехали, мы узнали, что мы участвуем в галоконцерте, закрываем его. И был очень интересный момент, когда награждают дипломанты, вторые, третье места, наградили первое место. И сидят мои дети, такие опечаленные, родители, вроде неплохо выступили, ничем не награждают. И когда в конце объявили, что ансамбль «Раздолью» получает гран-при, это были очень сильные эмоции. Виза у нас поддерживал. Ну что же, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Мы поздравляем вас со всеми победами и желаем в дальнейшем таких же успехов. Спасибо вам большое. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.